Йоу, ребятки, сегодня будет нестандартный видосик, мы с вами прогуляемся по моей квартирке, посмотрим всякие приколдесики и, естественно, мое рабочее место. Ссылки на все элементы, которые будут мелькать в этом видосике, я, естественно, оставлю в описании. Ну шо, не будем медлить и начнем. Погнали! Опа! Ну шо, господа, вот это и есть комната, где я обитаю. Тут получается некое зонирование. Здесь кровать, я здесь отдыхаю, сплю, смотрю телевизор, новости, первый канал, второй канал, третий канал, всех знаю, Соловьева, Киселева. Тут у нас получается гримерное зеркало, которым я нихрена не пользуюсь, оно просто стоит. Ну, просто декор, декор. И давайте приближимся вот по этой конструкции, которая вообще по всем законам должна стоять у стены. Но я произвел такой некий инженерный расчет и поставил ее так. Тем самым я отгородил зону, где я отдыхаю с кошечками и где я работаю. Можно пробежаться по полочкам и посмотреть, что здесь, в принципе, ничего интересного нет. Кстати, Алиса, очень балдежная штучка, советую. Подключена колоночки. Колоночка, кстати, гинзу, еще та, дурь. Музон вот можно прибавить. О, не работает. В этой колоночке есть подсветочка такая. И, как вы видите, она зациклена. И всегда, когда играет музыка, почему-то кажется, что подсветочка работает именно под эту музыку. На самом деле нихрена. Поэтому это, получается, обман. Обман сознания, понимаете? Пацаны из гинзу решили всех обмануть. И, получается, здесь книжечки стоят. И, ну, некие такие аксессуарчики. Мой PlayStation стоит третий, который ни хрена не используется уже лет 40, наверное. Может, 56, где-то так. Ну, и так плавненько, ребята, мы подобрались к компьютеру. Вот он. Ну, что, ребята, давайте начнем со стула. Стул я купил на зоне. Самый простой и дешевый стул. Естественно, я постелил сюда мягеньких подушечек, чтобы, ну, как бы было удобно. Потому что, ну, ну, за компьютером много времени провожу, поэтому, поэтому вот постелю. Погнали дальше. Это Соника, камера. На нее я стримлю, на нее я записываю видосы. Это Sony Alpha 6300. Купил я ее, наверное, года 3-4 назад за 55 тысяч рублей. Не знаю, сколько она стоит сейчас. А, вот же цена. Стоит она на штатистике. Тоже, кстати, мне его подарил брат. Он сейчас, кстати, снимает. Салам алейкум. Здесь, кстати, инстаграмчик. Вот, посмотрите, инстаграмчик. Можете подписаться аккуратненько. Только аккуратненько. Или со всей дури. Ну, выбирайте. Одно из двух, короче. Здесь у меня убитает второй монитор. Ну, точнее, это телевизор с кухней. Я понял, что телевизор мне нахрен на кухне не нужен. Я его не смотрю. И решил поставить его на такой мини-мольберт. Все подошло, как завода все. Подрубил я его, как второй монитор. И все, в принципе, работает. Все хорошо. Все прям, ну, удобно, короче, удобно. Туда там здесь что-нибудь монтируешь. Туда вывел какие-то новости, мультики там. Ну, какие-нибудь. Переедем плавненько к монитору. К основному. Это Acer. Купил я его в DNS примерно год назад. Ой, даже, наверное, года два назад. За 10 тысяч рублей по акции. Что нас интересует дальше? Микрофон мы пока откроем. Оставим его, но последок. И давайте аккуратненько перейдем к клавиатуре. Купил я ее, кстати, на зоне. Механическая. Можно понажимать что-нибудь. Если с кем ты живешь, если этот человек, например, спит, то эта клавиатура точно будет мешать. Это проверено. Поэтому, если живешь один, покупай такую клавиатуру. Или просто где-то там, ну, в подъезде ставь компьютер или в туалете, чтобы, ну, никому не мешать. Коврик у нас тоже, как ни странно, с Азона. Большой, приятненький. Я его постоянно протираю, чтобы он не пачкался, ну, чтобы он не был грязный, чтобы все было красивенько, аккуратненько. Стильненько. Мышечка самая обычная, самая простая. Не знаю, что-то так я к ней привык, и что-то пока не хочется менять. И играю на ней, и монтирую. Все прям, ну, меня, в принципе, устраивает. Что нас интересует дальше? Всю эту красоту подсвечивает диодная лента. Тоже, как ни странно, с Азона. Приклеена она вот здесь, сзади, за столом. И аккуратненько вон там вставлено в розеточку. Имеется пультик, естественно, с помощью которого можно переключать цвета, режимы и так далее. Ну, я думаю, это... Какая-то хуйня лежала, блядь. Что нас интересует дальше? Наушники. Блядь. Что нас интересует дальше? Это наушники. Да ебать. Сучка ебать. Что нас интересует дальше? Это наушники. Наушники фирмы АКГ, а модельчик-то К52. Никаких нареканий нет. Все работает хорошо. Ну, мне нравится. Хорошие наушники. Советую, кстати. В роли подсветочки у меня вот такое колечко, тоже с Азона. Не особо дорогое. Ну, в принципе, меня устраивает. Так, что нас интересует дальше? Здесь торчит проводочек. Это мой. Опа. Давайте переедем к одному важному господину. Это микрофон. FIFINE T732. Черный. Black. Black. Урвал, кстати, его тоже на Азоне. всего за 4,5 тысячи рублей. В комплект входила стоечка, естественно, все проводочки, вот этот так называемый паук. Еще, кстати, в комплекте был поп-фильтр, но я его не использую, потому что и так качество микрофона просто потрясающе, особенно за 4,5 тысячи рублей. Вот так прикольно все это выгинается. В принципе, вот если я сейчас сяду, вот, в принципе, все. Все, сел, базаришь, играешь, там записываешь туториал, все просто работает прекрасно. Ну что ж, вот мы и подобрались к самому главному господину. Это системный блок. Давайте начнем с корпуса. Это корпус фирмы GIZU. Делают достаточно приятные корпусы. 4 вентилятора, все подсвечивается, все хорошо. На кнопочку RESET можно нажать и поменять режим на какой-нибудь другой. Ну, например, вот, тут где-то был украинский. Да я хуй с ним, короче. Сниму крышечку, чтобы вам было видно. Делается это, кстати, за несколько секунд, что, опять же, дико радует. Гинзу, держитесь со мной. Начнем с мамаши. Это материнская плата, по-русски говоря. Здесь у нас стоит ASRock B450M Pro 4F. Процессор AMD Ryzen 5 3500X, который охлаждается кулером Deepcool Gamax S40. Deepcool вообще хорошая, ребята. Свяжитесь со мной тоже, кстати. Естественно, дополнительно охлаждается вся эта красота стандартными вентиляторами от корпуса. Поехали дальше. Оперативная память. Здесь у нас стоит две плашечки Viper. 3400 МГц по 8 ГБ. Ну, сами понимаете, что это только начало. Дальше больше. Видеокарта. Гигабайт GeForce GTX 1660. Для моих целей пока хватает, но, естественно, в будущем будем обновляться. Покупал, кстати, ее во время первого карантина за 25 тысяч рублей. Сейчас она стоит, естественно, в разы больше. Ёб-то. Воу! Вот такой вот угарный и интересный получился рум-тур. Ставь лайк, пиши комментарий и обязательно подписывайся на канал. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Всем хуай! Субтитры сделал DimaTorzok